К Красному Кресту очень много было работы. Это беженцы, которые с востока Украины приехали к нам в Кипкетч. Их было до 2500 человек. У нас беженцы были поселены в пансионат «Чайка», потом в институте, в общежитии. И это все. Тальтинистая 8, Наталья Александровна всех, как говорится, держала на контроле и помогала нашим беженцам. Благодаря нашим волонтерам, всем, которые были. Мы, свои машины у нас были, свои волонтеры были. Мы работали и работаем. Но самая тяжелая система, это то, что наши бездомные. Это которые, как начинается осень, у нас крик души с ними. Понимаете, они все идут сюда и думают, что здесь вот все должно быть. Как это. Но мы не все вышние. Вот с того, что мы имеем, тем им и помогаем. Горячее делаем обеды. Благодаря Красникову Анатолию Федоровичу, который нам непосредственно купил мультиварку, которая нам необходима. Потому что наша уже на исходе была. Владимир Григорович нам дал, но она уже на исходе, как говорится, отработала. Ну, также мы совместно работаем с Алло Милосерьев, Пархоменко, с нашими бездомными. Делают они там документы по установлению личности. Ну, а мы в основном их одеваем, обуваем и все. Кормим. Да, это кормим, это вообще слово очень высокое. Потому что по-другому никак. Знаете, Красный Крест всегда нуждается в помощи и администрации, и всех, 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 и людей, да, и добровольцев, и всех. Ну, в главе города обращаюсь я всегда, но отказов как такового не было никогда. Все знаете, что мы работаем без зарплат здесь. Без выходных и без праздников. Потому что могут поднять в любое время дня и ночи. Очень много помощи именно от Красного Креста. Они нам передали новый, вообще новый, не практически, а новый аппарат УЗИ, который у нас сейчас стоит, работает, помогает керчанам, доктора на нем учатся работать. Вот, спасибо вам большое за эту аппаратуру. Они нам передают всегда по мелочи, но эта мелочь очень, аппарат это не мелочь. Я считаю, колеса, которые вы нам передали, вот эти вот, вот эта мелочь, но она очень нужная, очень полезная. И мы вам очень благодарны за это. И, конечно, когда вот была пандемия, когда вот мы помогали старикам, привозили продукты сюда, то большое спасибо вам за то, что вы их распределяли, за то, что вы кормили этих людей, за то, что вы неравнодушны, за то, что вы иногда очень не надоедаете. Но я все равно это терплю, потому что знаю, что вы просите не для себя, вы просите для других людей. И сегодня неспроста творческим коллективом начато наше мероприятие, потому что души у вас такие творческие, задорные, любящие, добрые. Вы несете добро людям, поэтому и сегодня здесь такие красивые девушки, которые помогают провести это мероприятие. Красный Крест является, ну, как бы измерителем, барометром в плане того, что как население наше живет. То есть по мере обращаемости людей, которые нуждаются в помощи Красного Креста, мы можем сегодня давать характеристику о том, как население наше или богатеет, или милеет. Организация Красного Креста в Крыму, она и при Украине была, в общем-то, в числе первых. И в российском Красном Кресте мы задаем задор. И вот вы сегодня с отчетного доклада, Львова Семеновна, вы, в общем-то, слышали, какую огромную работу проводит местное отделение, да? На сегодняшний день 85 регионов по всей России, в 78 регионах есть представительство Красного Креста. То есть не в каждом регионе, не в каждой области сегодня есть представительство Российского Красного Креста. Это печально. Ну, сам факт. Когда никто не считался с теми, казалось бы, небольшими копейками, как мы говорили, которые мы носили в Красный Крест, а тем не менее Красный Крест существовал. Это международная организация. И сейчас тяжело вам работать, и понятно почему. Потому что мир поделился. Мир поделился. Потому что Украина тоже поделилась, да? Там надо помогать, да? Здесь не надо помогать. В Севастополе надо, здесь не надо. И благодаря мудрости, благодаря опыту Владимира Ивановича, Натальи Александровны, ваша организация держится, и вы продолжаете работать на благо людей. Продолжение следует...